Поверь, а лучше проверь! Полный цикл обслуживания вашего авто в одном месте. Магазины автозапчастей и автосервис. Широкий выбор запчастей для японских, корейских и китайских авто – это Корея. Французских автомобилей – это Марсель. Привлекательная цена. Гарантия на запчасти и работу – это Автогарант. На Ломоносово 3 в первом автоцентре. Бывший авторынок. С Лободковым вынесли приговор мошенникам, которые продавали пенсионерам массажеры для глаз. Осужденные Валерий Козарезов и Ирина Краснова попались полицейским в тот момент, когда готовились обмануть очередную жертву. Впрочем, гастролеров быстро завернули, доставили в отдел полиции. Все подробности в нашем следующем материале. Задержан сотрудниками полиции по Кировской области. Зайдят мошеннических действий на территории Кировской области. Это Аммин, Аммин, Слободской и Котельнич. Бабушкам и дедушкам профессор медицины 50-летний Валерий Козарезов легко внушал доверие. Они не догадывались, что у него богатое криминальное прошлое, а научная степень выдуманная. В середине июля прошлого года лжепрофессор Валерий и риэлтор Ирина распределили роли и стали продавать массажер и помощник ПМ для глаз и обещали чудодейственный эффект. Так, в городе Котельниче за 42 тысячи рублей мужчина приобрел корректор зрения, который в реальности стоит всего лишь около 500 рублей. В Орловском районе женщина приобрела такую же штуку за 8 тысяч рублей. А в Аммутинском районе женщина отказалась приобретать так называемый чудо-прибор и в результате чего неизвестное насильственным способом похитили у нее 66 тысяч рублей. 17 июля в Слободском гастролеры продали очки для коррекции зрения 82-летней пенсионерке. Женщина отдала им 20 тысяч рублей. Спустя два дня в Котельниче псевдомедики продали 87-летнему дедушке массажер для глаз и взяли с него 42 тысячи. Когда пожилые люди поняли, что их обманули, сообщили в полицию. Как раз в Котельниче иномарка Hyundai Solaris, на которой ездили обманщики, попала в кадр видеорегистратора. Полицейские разослали по машине ориентировки, задержали автомобиль уже в Кирове. В результате задержания в руках полиции оказались трое жителей Свердловской области. Двое мужчин и одна женщина. Изъяты так называемые приборы для коррекции зрения, а также схожие с ними приборы для коррекции слуха. В итоге Казарезова и Краснову судили за несколько эпизодов группового мошенничества. Свою вину жулики признали, возместили ущерб. В суде учли, что у Ирины Краснова есть 20-летняя дочь и 6-летний сын. Обоим мошенникам назначили для отбывания наказания колонию-поселения. Казарезову дали два года, Красновой полтора. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, Алина Котрихова, Место происшествия. КОНЕЦ